Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского в студии работы Динары Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Записать ребенка в первый класс теперь можно через интернет. Сегодня день рождения великого казахского композитора, автора государственного гимна Шамши Колдаякова. Это такие люди, которые рождаются, наверное, один раз в сто лет. Сегодня день рождения великого казахского композитора, автора государственного гимна Шамши Колдаякова. Однако местные власти не стали проводить праздничные мероприятия. С подробностями Сергея Наулитбай. Шамшик Алдаяков – популярный казахский композитор. В народе его прозвали «Королем казахского вальса». Он родился 15 августа 1930 года в Средоринской области. В 1956 году 26-летний Алдаяков написал свою первую нашумевшую патриотическую песню «Минан Казахстаном» на слова поэта Жумекена Нажемеденова. Но иногда против воли авторов ее объявляли маршем целинников. Песню в исполнении Жамала Умаровой часто крутили по радио, она стала необычайно популярной в республике. Ее называли народным гимном Казахстана. Казахи в Китае и Монголии исполняли ее после гимна той страны, где они жили. И вот в январе 2006 года песня «Минан Казахстаном» впервые зазвучала в качестве государственного гимна страны под сводами столичной резиденции Аккорда в торжественный момент очередного вступления Нурсултана Назарбаева в должность президента республики Казахстан. 16 февраля 1992 года короля вальса не стало с нами. Истинный человек творчества и его произведения, которые написаны кровью, сердцем, потом, которые пропущены через себя, когда знакомятся с такими произведениями зрители, любой зритель, казах, русский, я не знаю вообще. Для таких произведений, для таких людей нет границ, нет преград, там, языковой барьер или, там, понимание, эмоции и так далее. Потому что это такие люди, которые рождаются, наверное, один раз в сто лет. Казахский драмтеатр имени Сейфульна в своем репертуаре имеет спектакль «Цыган-сиренадаса», что в переводе означает «Цыганская сиренада», который посвящен Шамше Колдаякову. Музыкально-поэтическая драма рассказывает про жизнь композитора, которой до этого времени не было известно никому. Он влюбился в девушку по имени Изольда, она оказалась из семьи цыган. Эта постановка показывает, каким на самом деле был романтиком Колдаяков. А вот местные власти мероприятия в день рождения короля казахского вальса и композитора государственного гимна Шамши Колдаякова не проводили. В отделе культуры сообщили, что не празднуют ничьи день рождения, если и не круглая дата. Ну что день рождения у нас у всех есть дни рождения, он тем более чемкенский. У нас проводятся конкурсы посвященные, это было два года назад, на юбилей готовили. Мы решили узнать у карагандинцев, знают ли они, кто такой Шамши Колдаяков. Оказалось, люди не знают не то, что композитора, но и государственный гимн. Вы знаете, кто такой Шамши Колдаяков? Нет. Ну да, композитор. Композитор? Да. А какую песню мне нравится? Нет, точно не могу вспомнить. Не знаете, что гимн написал? Вы не знаете, что он автор гимна, да? Да, да, точно. Мы же тесты сдавали, да. Как-то не вспомнилось утро еще, походу. Вы знаете, кто такой Шамши Колдаяков? Нет. А вы знали, что он автор нашего гимна? Мама, стой! Стыдно. Знаете Шамши Колдаякова? Нет. А вы знаете, что он гимн наш написал? А, все теперь. Второй, который новый или старенький? Второй новый. Новый. Ну, фамилия теперь что-то дает о себе, знаете. Гимн не помню, поэтому не учили. Учили старый в школе, так как уже возраст. А не стыдно? Нет. Наше-то время. Вы знаете, кто такой Шамши Колдаяков? Нет. А вы знаете, что он наш автор гимна? Вы гимн знаете Казахстан? Нет, не учил еще. Что, не стыдно? Ну, не учил просто, и все равно. Вы знаете, кто такой Шамши Колдаяков? Шамши Колдаяков? Да. Знаете, кто его? Нет? Я по-друге знаю. А вы знаете, что он наш гимн написал? Вообще гимн знаете Казахстан? Да, да. Знаете? Вы знаете, кто такой Шамши Колдаяков? Нет. Знаете, кто такой Шамши Колдаяков? Певец вроде. Вы гимн знаете Казахстан? А, да, это создатель гимна. Как мы все знаем, дни рождения определенных личностей у нас празднуются ежегодно. А вот проводить мероприятия в честь композитора государственного гимна наши власти не сочли нужным. Серегжан Маулетбай, Бауржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Записать ребенка в первый класс теперь можно через интернет. Для этого необходимо, чтобы один из родителей имел электронно-цифровую подпись и был зарегистрирован на портале egov.kz. Услуга по подаче заявления в школу появилась на сайте электронного правительства сравнительно недавно. Для того, чтобы ей воспользоваться родителям, необходимо зарегистрироваться на сайте EGOV и войти в раздел «Образование». В подразделе есть услуга, которая называется «Прием документов для зачисления в общеобразовательные школы». Открыв ссылку «Заказать услугу онлайн» необходимо прикрепить фотографию ребенка размером не больше двух мегабайт. Далее следовать инструкции. Услуга оказывается бесплатна в течение пяти рабочих дней. После всех проделанных действий в ваш личный кабинет придет уведомление о зачислении ребенка в школу, либо отказе с указанием причины. Один из домов на 12-м микрорайоне утопает в грязи. Вокруг постройки сплошное бездорожье. Местные жители не могут дойти даже до остановки. Возмущенные люди несколько раз подавали заявку для участия в программе благоустройства дворов, но им в этом отказывали. Подробности в следующем сюжете. Если это дорого, делайте в Астане за 120 миллионов, повторно накладывайте к президентской вилле. Накладывайте, ладно? Засыпьте хотя бы щебенкой, уравняйте катком обыкновенным, чтобы вот этой грязи... Вот уже несколько лет жители дома номер 37А 12-го микрорайона спасаются от грязи, закупаясь резиновыми сапогами и полиэтиленовыми пакетами. Дорога, которая ведет от дома к остановке, после дождя превращается в месиво. Несколько лет назад коммунальщики проводили в этом дворе ремонтные работы, вследствие чего асфальтовое покрытие было уничтожено. Совсем недавно масло в огонь подлилый Казахтелеком, который проводил кабель в их дом. Вот на той неделе копал опять Казахтелеком. Вот они опять такие же сделали колдобины, что здесь невозможно пройти. Вот сейчас прошел дождь, люди ходят, ноги разъезжаются, вся грязь. Мы до остановки не можем, ни туда дойти у нас дороги нет, ни туда дойти не можем. В Казахтелекоме сообщили, что сейчас Майкудуки проводит высокоскоростной интернет. Работы планируют завершить в третьем квартале этого года. По окончанию прокладки кабеля услуга дателя обещает благоустроить место разрытия. По завершению всех распределительных работ по дому, по заведению кабеля, работы в сентябре будут завершены по восстановлению грунта. В Октябрьском Акимате сообщили, что подали заявку на ремонт дороги в 12 микрорайоне. Если из городского бюджета будут выделены деньги, то в следующем году жителям проведут ремонт по программе благоустройства дворов. А пока чиновники обещают принять временные меры. В период осеннего месячника мы можем для того, чтобы прекратить какую-то грязь, разрастаскивание грязи во дворы данных домов, мы постараемся завести им отсев или горельник, для того, чтобы все это подсыпать и не разносить грязь по всей территории дворов. Это будет рассмотрено в осенние двух месячных. Жителям остается надеяться, чтобы их двор попал в программу по благоустройству на следующий год. Наши корреспонденты будут следить за развитием событий. Серегжан Маулетбай, Джасулана Мандыков, Тулегин Рашитов, Асхат Айбедулов, Первый Карагандинский. Мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая Долина Нанди. Долина Нанди. Прекрасный выбор за вами. Стали известны результаты первого республиканского конкурса «Разные равные». Заявки на участие в конкурсе подали более 60 человек с ограниченными возможностями. Подобные конкурсы зажигают новых звезд в мире музыки, танца, спорта и других направлений. Так утверждают организаторы мероприятия. Подробнее в следующем репортаже. Адиль Уралбаев родился незрячим. Мать 15-летнего карагандинца уверяет, что сын начал петь еще с детства. Вокальный дар передался Адилю от нее. Жанара Гинаятова – преподаватель музыки. В подобных конкурсах Адиль принимает участие не в первый раз, рассказывает женщина. Адиль участвовал в таких конкурсах каждый раз. До сих пор стараемся не пропускать подобные мероприятия. Я сама учитель музыки и всегда учила его пению. Можно сказать, что это передалось от меня. Сам Адиль уверяет, что такие конкурсы дают возможность всячески показать свои таланты. Такие конкурсы дают возможность выступать на больших сценах, показать себе, что ты способен. Привлечение общественности к созданию для инвалидов равных возможностей во всех сферах жизни общества являлось главной целью конкурса. Как отмечают инициаторы, мероприятие должно стимулировать инвалидов к более полной самореализации. А общество, в свою очередь, должно осознать, что мы все разные, но равные. Отборочный тур по 10 номинациям проходил с 1 по 31 июля. В состав жюри входили профессиональные вокалисты. Почему мы так думаем, что наши ребята очень хорошо подготовлены в рамках государственного социального заказа на протяжении 5 лет отдела внутренней политики, совместно с общественными организациями «Ручек надежды» фестивали проводились. Но в фестивале они и не имели такое направление, название, но в любом случае ребята у нас уже готовы как по танцевальным, танцевальные коллективы, по спортивным видам и песенный жанр был представлен. По итогам конкурса по 10 номинациям были награждены лучшие из лучших. 29 человек с ограниченными возможностями получили грамоты и ценные призы. Организующая сторона обещает, что мероприятие войдет в традицию и будет проводиться ежегодно. Мирамгус Алкимбаева, Жаслана Мандыков, Асхат Айбедулов, Первый Карагандинский. Студенческие строительные отряды возводят новое общежитие. Строительство началось в прошлом году и вскоре подойдет к концу. О том, на сколько процентов выполнена работа, расскажет Марк Брюшко. Десятиэтажное общежитие возводится рядом с Карагандинским государственным техническим университетом. В строительстве высотки принимает участие 15 студентов. Жаслан Джумашев, студент 4-го курса КарГТУ, в будущем планирует стать металлургом. Он уже не первый год участвует в студенческом строительном отряде. За его плечами большой профессиональный опыт. Это мой университет. Я испытываю огромное чувство гордости, когда принимаю участие в этих стройках. Это отличное занятие, чтобы летом не ходить сложа руки. Здание рассчитано на 822 места. По проекту на 9 его этажах будет расположено 352 комнаты. Один этаж будет техническим. На нем расположатся столовая, прачечная, конференц-зал и многое другое. При поддержке управления молодежной политики Карагандинской области уже несколько лет существует областной штаб студенческих строительных отрядов. Основной задачей штаба является обеспечение работы и занятости на летний период, чтобы студенты овладели строительными навыками по специальностям. На сегодняшний день в области существует около 80 отрядов. В них задействовано более 4000 студентов. Мы планируем, что до конца трудового семестра это количество еще увеличится. Среднемесячная зарплата нашего бойца составляет 50 тысяч тенгей. Наши бойцы занимаются как отделочной работой, так и разнорабочими. Кроме того, студенты участвуют в озеленении и благоустройстве города Караганды. Существуют также отряды, участвующие не только в стройках, но и занимающиеся деятельностью в детских зоноходах и лагерях. Марк Брюшко, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Ректора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Алюгал. Национальная сборная Казахстана по футболу в товарищеской встрече переиграла сборную Грузии со счетом 1-0. Гол на свой счет записал нападающий караганинского шахтера Сергей Хижниченко. Грузины с первых минут попытались захватить территориальное преимущество и навязать свою игру. После нескольких неплохих атак гостей казахстанцы дважды подряд сумели прорваться к чужим воротам. И во втором моменте Сергей Хижниченко, технично приняв мяч спиной к воротам, сильно пробил из-за пределов штрафной в ближний угол. 17-я минута 1-0. Во втором тайме гости стали больше атаковать, но практически ничего опасного в ворот сидельников не было создано. Матч завершился минимальной победой Казахстана. Спасатели взялись за гирю. В Караганде прошла очередная летняя спортивная спартакяда ЧАЭС. В соревнованиях приняли участие 93 спортсмены из четырех областей Казахстана. Министерство ЧАЭС два раза в год проводит летнюю и зимнюю спартакяду. Подробности у нашего корреспондента. Это финал региональных соревнований, которые проходили накануне. Занявшие первые призовые места участвуют уже в летней спартакеаде. Спортсмены показали свое мастерство в таких играх, как мини-футбол, легкая атлетика, гиревой спорт, армрестлинг и соревнования по пожарно-спасательному спорту. Основная цель спартакеады – развивать еще большие умения и физическую силу в нелегком деле сотрудников ЧАЭС. Большое внимание уделяется спорту, развитию спорта именно в системе МЧС, так как основная цель, вы понимаете, что работа сотрудников наших связана со спасением, поэтому физическая подготовка сотрудников большое значение придается. Все участники в прекрасной спортивной форме, говорят тренеры. Эти соревнования проходят не впервые и каждый раз команды показывают все лучшие результаты. Мы участвуем уже не первый раз, постоянно в финалах участвуем и занимаем всегда первые места. Ожидаем, что наша команда займет первое место. К победе мы проделали много усилий, подготовили все места проведения соревнований, снаряды, все. Следующая спартакеада будет проходить зимой. Организаторы таких мероприятий считают, что подобные соревнования среди сотрудников ЧАЭС должны проходить как можно чаще. Ведь сила спасателям всегда пригодится. Амина Смакова, Боржан Алипов, Асхата Абидулов, Первый Карагандинский. На этом новости спорта подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Звоните к нам в редакцию, если у вас есть интересная информация по телефону 420649. Всего доброго, до свидания. Аман, сау, болонзылар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова